Сегодня, приезжая с осмотра достопримечательностей, в очередной раз заехали в популярную забегаловку среди туристов. Мы, принципиально, два раза в одном месте не едим, потому что мы все-таки на довольно ограниченное время, здесь хочется попробовать все. Цамбикос, Таверна, находится в 15 километрах южнее города Фалираки. Ну, почитали отзывы в гугле. Отзывы хорошие, решили сюда зайти покушать. Мы уже заказ сделали, это вышел поснимать. Заказали то, что Наталья там заказала, не знаю, нефтекаря что-то заказали, я так не понял. Я заказал себе гомиста. Вот, где миста? По-русски там запись, фаршированные томаты и сладкий перец. Посмотрим, что пришло. Я заказал жареные кальмары. Но я их тут три дня назад съел, мне понравились. Вкусно. Вот сама эта обстановка такая, классическая так, наверное. Тут место возле окна, зону тут дует. Вон апельсин уже оранжевеет. Нормально тут все. Ждем наше блюдо. Посмотрим, что нам принесут. Короче, тут пиво принесли. Интересно, родовская. Магнус называется. Самая интересная пивная кружка такая, козырная. Повернись. Она холодная, видны с морозилки. Вначале не понял, он говорит, что с горлышком пить. С горлышком пить. С горлышком пить. Кофейная. Нет, нормально. А я, как всегда, хайсти. Ну вот, принеси нам блюдо. Туристы заказали тут что-то с виду одинаковое. Но Наталья заказывает, что это все равно. Не знаю. Сейчас буду снимать, с каким аппетитом едят. Я вот это... Забыл, как он называется. Ну, короче, фаршированные помидорины, фаршированный перец. Но эти, как кальмар. А вот это вот, это что? Банан, что ли? Интересно. Подача интересная. Это эксель, эксель. Это экселина. Эксель и мига. Это и надо кабачок или что-то поджаренное. Ну-ка, попробуй. Расскажи. Уж очень аппетитно выглядит. Ну, ты таким видом, он тебя смотрит и плачет. Даже если неприятно, надо улыбаться так. Ну, под пиво самый раз. Вот. Ну, короче, все едят с аппетитом, все довольны, все рады. Приятного нам всем аппетита. Ну, тут расплатились. Короче, 22,50 заплатили евро. Вот. Ну, дело не в этом. После всего он нам подарки принес тут. Такого нам стаканчика морозного. Сладость какая-то розовская. Цамбикус. Бахлава была, можно съели просто. Не успела снять. Ликер местный, ореховый. Вот такой. Тарелку подарили. Вот такой. Керамика. Приятно. Повернуть сомбикус. Как-то нельзя было, еще пришел бы. А. Надо еще раз прийти, вторую вторюку подарят. Мне будет. Тарелку. Да, да, да. С бабочками. Вот. Так что, действительно, приятная атмосфера. Приятно клиентам относится. Вот. Хорошее местечко. Короче, мы удачно зашли на пляж. Это пляж в городе Файраки. Эдуард Александр сейчас будет показывать чудеса смекалки и ловкости. Он решил стать первым эстонским космонавтом. Полетит в космос с греческих берегов. Вот. Сейчас вы увидите, что с ним произойдет. Деньги заплачивает. Простает, пошел. Он ждет, не дождется. Ему же тоже должны спаджилет дать. Тут разные лодки. Посмотрим. Если далеко будет, конечно, не получится. Если недалеко, то надо посмотрим. А? Куда? На лодку. Ну а что я у меня? А где лодка? Пойдем. Блин, у меня же ничего не взято. Ладно. Вот он пошел. Вот он, говорят. И на тот корабль. А мне до того корабля не дойти. У меня с собой ни плавки, ничего. Я ж не знал, что может быть присутствует на лодке. И сказал, идите, садитесь. Я бы его с лодки выпустила. Ну ладно. Вот он. Заходит на палубу. Вернее, подходит. Он что, там еще за рулем должен ехать? Сидит, ждет. Ладно, будет сжать. Там кап должен прийти. Как оно, ватрушка, не ватрушка, как оно называется-то? Пельмени, плотки привяжут, будут гонять. Интересно, чем дело у них кончится. Это девушки на этой ватрушке пошли в дальнее плавание. Там уже прошел кэп. Но опять же там часть обмундирования на него. Это глубоко. И пойду. Сейчас ему там парашют. Надо вылезти на берег. Резкая глубина. Камера еще не удержу, свалю. Аквабокс дома оставил. Что-то там кэп прохлаждается. Ну вот, короче, отчаял. И скорее всего на видео там ряд еще будет видно. Потому что они будут далеко. Надо бы мне тоже было в лодке место резервировать. Снял бы рядом. Ну ладно. Давай, Эдик. Не подкачай. Будешь у нас летчиком, парасутистом. Розовая посудина. Там уже кто-то летает вдали. Но это не то. Там двое. Пара. Ну, не знаю. Я хоть посмотрю издалека тогда. Там на видео, наверное, далеко вряд ли что видим. Так. Ну вот, корабль там вдали остановился, конечно. Ладно. Наверное, посмотрим только море. Я-то отсюда издалека что-то вижу. А на камеру, конечно, будет одна точка. Вот там парашют один желтый со смайликом летает. Это не то. И камера у меня такая приблизить не могу, к сожалению. Ну ладно. Так. Ну вот там какая-то движуха идет. Вот это летает все еще не он. Что-то там не так. Говорю, сейчас вообще все вдали. Вот я вижу. Глазами это лучше, чем на камеру видно. Просто буду комментировать. А больше как бы не то, что зрителям отсюда ничего не будет видно. Самим на память. Эдик может издалека там ничего не видеть. Как летал. Вот надулся парус. Красно-желтый. Надулся парус. И что? Не паруса. Парус. Парашют. Да. Сегодня на пляже, я говорю, тут на днях никого не было. Сегодня на пляже народу много. Я говорю, ну что, когда он будет разгоняться. Парашют надулся. Раскрылся. Пора бы уже лодки и скорость набирать. Ну, я смотрю, пошел воздух. Сейчас отпускать будет трос. Шанат. Потихоньку. Вот он уже на высоте 10 метров. 15. Вот. Вот вдали парашют. Не знаю. Обычно такие дальние объекты вообще не видны. Здесь функции приближения нету. Знаете? Эксель-камера. Ну, я думаю, ему понравится. Короче, он на максимальной высоте, наверное, метров 40. 35 или 40 метров, я не знаю. Может, 50. Вот. Летает там все. Очень старается. Ладно, потом расскажет. Турец сказал хорошо. Ну, короче, наш летчик-осмонавт-парашютист прилетел. Ну, где-то он там уже высадился на берег. Нет. Вот высаживается. Я его походку легкую узнаю. А я сижу тут и так, тихо переживаю. Как у него там. Пивок у нас, вон. Ну, что, встречаем героя. Первый раз он поднялся в воздух сегодня. Посмотрим, что скажет. Ну, Эдуард Александрович, расскажите свои первые впечатления от полета. Отлично. Подняли там на 100 метров. Нормально было? Да, да. Веток не пищал. Не страшно? Нет. Интересно, да? Да, да. Ага. Ну, молодец. Видишь? Прокатился. Первый раз. Ну, что, плавать пойдешь? Здесь будешь? Да нет. Ага. Вот и заканчивается наша замечательная поездка в жаркий гостеприимный, на жаркий гостеприимный остров Родос в Греции. Мы уже в зоне вылета, вернее, перед стойками регистрации ждем, когда наши стойки откроются. Сбросим багаж и потом пойдем готовиться к вылету. Маленький аэропорт такой. Вот он и весь. Это зона вылета. Там еще зона прилета. Она в два раза меньше. В зоне прилета бросил ключи от своего автомобиля арендованного. И... Тут в масках все. Как фантомас. Блю-лю-лю-лю-лю. А! Не мог найти тут... Замотку чемоданов привык заматывать. А тут, оказывается, ее вообще нет и никто не заматывает. Ну и ладно. Жалко, если царапают ее. Вот у нас будет 27, 28, 29, 30, 31. Ага, там уже собираются. Пойдем к Айме. Ну, в принципе, тут ничего интересного нет. Не многолюдно. Турфирмы вон, это Туи. Неос там, греческая фирма. В Таиланд, наверное. Не знаю, куда-то они там далеко летят. Пойдем готовиться к регистрате, к сдаче багажа. Ну вот, мы в зоне вылета. Даже не в зоне вылета, а уже перед воротом. У нас гейт номер 17. Самолет наше шею не прилетел. Там, получается, как вон, 12 часов прибывают, 12.25. Вылет уже. А ворота закрываются в 11.55. Что же ерунда? Не понимаю. Как-то к ворота могут закриться раньше с прилетом самолета. Ну, ладно, посмотрим, что там у нас происходит. Вот такой аэропорт. На улице сейчас жарища стоит. Самолетики разные там. Нашего еще не видать, я не знаю. Пока он еще где-то летит. И по ходу дела даже еще не снижается. Мы-то прилетели в 12.10, когда сюда летели. Так что ерунда какая-то. Ну ладно, в любом случае я больше снимать не буду. Всего хорошего. До встречи на родной земле. Смотрите мое видео. Пока. Вот мы наконец-то приехали домой. А сегодняшним домом у нас будут апартаменты в городе Шувалки. Вот решили мы так переночевать. А завтра выдвинемся уже к настоящему дому. Сняли тут апартаменты на сайте booking.com. Две спальни, гостиная, кухня там и все дела. Вот одна спальня с двумя кроватями. Апартамент называется Кактусик. Ссылку я дам в описании. Там длинный адрес, я сейчас не помню его. Санузел. Туалетной бумаги тут год можно жить. Нормально. Так. Бэтрум. Это варная комната. Я буду здесь мыться. После долгой дороги. Стиральная машина, кстати, хорошая. Кстати, тут есть фен. Все дела. Волочки, души. Сказал можно. О, пинцет. Можно пользоваться всем. Кухня. Холодильник. Естественно, пустой. Сейчас мы всего кое-что сложим и привезли. Там из Греции сувениры. Кофе. Чай. Сахар. Чайник. Посуда там. Разная. Ну, короче, все. Как в Польше принято. Меблированная. Квартира там для большого количества гостей. В принципе, здесь пять человек может поселиться. Скажу, заплатил я за ночь 60 евро. Ну, не знаю, дорого-недорого, но как бы на две семьи. На четырех человек. Я думаю, нормально. Вот. Вот сырая спальня. Здесь двухспальная кровать. Тоже интерьер какой-то. Шкафчики там. Пылесос. А то, что в книге вода везде. Вода эта вся фри. Вот. Но это туристы сидят в гостининой. Жарко пьют. Телевизор. Картины. Неизвестных художников. Шкаф. С вешалками. Это чего? Это усилитель, да? Здесь можно музыку громко слушать. О, колонки какие. Вот это да. Дадим сегодня жару. Здесь балкончик. Вот какой. Лиц балкончика. Романтика. О. Машина наша внизу парковочка. Ну вот в принципе все. На этом. На этом будем отдыхать. Спасибо. Вот. В принципе. В принципе. Адам.